Тренинг рисуем сайт с нуля в фотошопе, занятие номер 5, ставим лайки, подписываемся на наш канал и двигаемся дальше. Итак, первым делом хочу сообщить, что я немножко модернизировал файл tz.txt и тут уже есть цвета фона. То есть сейчас мы с вами зададим основные цвета и заодно основные слои для нашей шапки, подвала и всего сайта. Итак, фон сайта у нас уже есть, поэтому мы здесь просто, смотрите, щелкаем два раза быстренько по фону сайта, не по названию, потому что иначе мы можем поменять его, а именно по самому слою. Щелк и у нас появляется окно стиль слоя. Здесь выбираем наложение цвета и цвет общий у нас получается 3D, 3D, 3D. Пишем на латинице буквочки D, иначе не будет работать. Жмем окей, окей, и вот наш сайт уже стал таким. Так, теперь по поводу следующего. Так, подвал. Давайте мы откроем наш подвал, выберем его. Теперь выбираем инструмент фигура и выбираем инструмент прямоугольник. То есть правой кнопкой мышки щелкаете, появляется такое окно. Видим инструмент прямоугольник. И давайте я немножко увеличу наш сайт, спущусь вниз и смотрите, как по направляющим мы рисуем. Мы его выбираем тут где-то, можно немножко дальше отойти, вот так вот. И начинаем рисовать. Все рисуется замечательно. Если я нажму еще клавишу shift, у меня получается будет квадрат, видите, да? Так, давайте. Ну вот где-то так нормально будет щелк. И у нас появился новый слой. Так, окошко свойства выскочило. Давайте мы его переместим сюда. И здесь сразу же в этом окошке. Так, если оно у вас не выскочило, окно свойства. И перемещаете сюда. И здесь сразу же меняем цвет на подвал 0, 0, 5, B, 7, E. Давайте. Так, опаньки. Вот сюда я нажимаю, щелкаю на цвет, нажимаю вот сюда. И здесь пишу 0, 0, 5, B, 7, E. Вот так вот. Это цвет нашего подвала. Вот он каким стал. Отлично. В принципе, больше здесь нам ничего делать не надо. Идем теперь вверх к нашей шапочке. Так, опять-таки выбираем слои. Видим, наш подвал получился уже здесь. И здесь напишем, давайте, фон подвала. Фон подвала. Отлично. Сворачиваем. Вот теперь мы знаем, где наш фон подвальчика. Теперь шапка тоже самое. Выбираем шапочку. Открываем. И здесь снова создаем, выбираем инструмент прямоугольник. И точно так же делаем. Немножко заступаем за края. И вот, пожалуйста, щелк. И здесь уже, опять-таки, выбираем тут цвет. Жмем сюда. И выбираем цвет для шапки 2.7, 2.7, 2.7. Жмем ОК. И наша шапочка становится такого цвета. Теперь опять идем в слои. И здесь переименовываем фон для шапки. Но только этот фон мы размещаем под меню в самом низу. Можно просто, смотрите, перетаскиваем вот сюда его. Вот так, чтобы выделилась шапка у нас. И отпускаем. И он автоматически переместится вниз. Вот так вот. Так, закрываемся. И смотрим. Щелк, щелк. Вот получился в итоге такой у нас базовый, так сказать, дизайн сайта. Ну, дальше будет еще красивее. Субтитры создавал DimaTorzok